Добро пожаловать в чемпионат мира по водному полу на телеканале спорт сборная Новосибирска против сборной Астрахани. На трибунах преобладает пара секторов, где явно сидят синие французские болельщики. Синие по цвету футбола, а не по цвету носов, само собой. Эпизод с ударом Бухарова, пожалуй, главный момент второго тайма. Теперь не совсем понятно, что происходит, учитывая, что состав-то в Амкаре, но, в общем-то, не претерпел. Вот и открывание Лоланы, и вот, кстати... Если я еще раз услышу слово «открывание», я тебя убью. Стефан де Фрай. Стефан де Фрай. Джорджино Виналдум. Джорджино Виналдум. Второй шишелон атаки. Шишелон атаки. Чельстрюм подстраховал центральных защитников. Тут же удар в сторону Диканя. Дикань против него в Грандфест. Робен. Ариен. Крепкие ребята. Реальные пацаны. Мы не катаемся на иномарках. Наши папы не работают в банках. Живенё! Живенё! Гол! 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 Неймар! 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 Гол! Неймар! 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 Итак, первый гол. Коэффициент какой высокий, да? Это для Бубнова специально. После этого я выключил звук, чтобы этого маразматика не слушать. Без него, может быть, было бы скучно. Он всё-таки был такой великолепный футболист. Да и парень остроумный. Это я просто передаю ему привет. Привет! Почему сценарию складывается матч сейчас? По Леониду Слуцкого или по Юрию Павловичу Штёмина? Я не расслышал вопроса. Я херню какую-то сказал. Пошёл нахуй. Майк, мы в прямом эфире. Да мне всё равно. Вопрос не расслышал. Всё. Спасибо, мы общались с Асланом Дудеевым. Спасибо Аслану Дудееву. Интересный, разумный комментарий. Луи фан Хал. А вот сейчас внимание. Дирк Кайт. Дирк Кайт. Хуй! Марсал. Опережает, сука, концевой и... Ну что ж, вот так разобрались с Марадоной, между прочим. Ой, простите. Разобрались с Месси. Да, развались с Месси. Интересно, если так сказать, что комментатор два раза его назвал Марадоной. Месси это воспримет как комплимент или наоборот? Опасный момент. В дальний угол. Чи-чи-чи. Чи-чи-чи. Ле-ле-ле. Ле-ле-ле. Вивачи-ле. Смотрите, как будет мяч. А он блестяже. Сделай пас. Вот здорово. Вот это футбол. Обработай, пробей, гол забей. Да! Услышал и сделал, как попросили. Можно я тоже запишусь в ассистенты? Йоу! Здорово сбрасывает Джонс. И это супер момент, который не реализуют Вандаловские. Пенилья сделал татуировку с перекладиной. У Вандаловские можно сделать татуировку с птицей, в которую он, возможно, попал. Три в четыре атака. Торрес! 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 И Киржаков куда? А куда же ты совершил? Да не, не, все правильно. Он ему между ног дал. Мы не будем говорить, на какой член он ему дал. Понимаешь? Тело. Часть тела. Хотели сказать. А сказали то, что требовалось. А как им забить, елки? Киржаков! Киржаков! Да! Дяля обыграли португальцев. Понятно, что Криштиану Роналду тогда еще был кодиком, он лежал в кроватке в чепчике, обшитом стразами. Ну вот, здрасте, детский сад с жвачкой играет. Физруки рассказывают своим подопечным в классах. Нельзя на урок физкультуры или при беге жвачка жевать. Ну, к слову, о физруках. Сейчас у Милана новый тренер. Очень трудно играть против 11 игроков обороны. Хуйню. А как он хотел, чтобы против него играли? Сейчас центральным защитникам сборной Аргентины, которых в такой ситуации вполне можно называть гастарбайтерами, они на чужой территории поработали, нужно возвращаться быстро домой. Это что, пенальти? Ничего себе. На 86-й минуте матча так потерять бездар на очки, а? Ай. Хороший футбол мы с вами увидели сегодня. В первом тайме во втором играла футбол только Барселона, но она была в большинстве. Застрял в ногах защитников. Ну, а диктор по стадиону продолжает заводить местную публику. Понимаете, ребят, это Габон. Это Габон. Хорошо, нам пора завершать интервью. Спасибо, что пришел. Пошел, ***. Все, уходи. Я пошел домой, Нобель, все. Все.